Если не запомнить дату дня рождения жены, то все мы понимаем, что будет. Алкоголизм в любом случае там присутствовал. Спящий гигант тогда проснулся. Если я фрустрирована, я злюсь. И не посмотрел этот матч. Если вы вдруг резко перестанете смотреть спортивные матчи, дендриты, они просто начнут пропадать. Стала увлекаться футболом, болеть за сборную России. Нет, ты будешь читать книги. Можем мы уже передавать привет Геннадию Орлову. Было ли за историю футбола замечено алкогольное опьянение одного из футболистов? Или комментаторов? Комментаторов, да, конечно. На тебя идут пьяные мужчины, которые просят прикурить сигаретку, и ты такая... Я занимался этим с детства. Мы видели явные вспышки неконтролируемой агрессии. Страдать бесконечно – это обычное состояние болельщика сборной России. Да, я уже поняла, почему ты все время проигрываешь. Ты говоришь, не было побед, вот победы, но потом, конечно, последовало поражение. Адвестрация у меня сейчас. То, что вы чувствуете бабочки в животе при влюбленности, это не значит, что это ваш человек. В том, что вы влюбились в нас, виноваты только вы сами. Всем привет! Вы на канале «Рефлексия спорта». И здесь мы рассказываем о спорте, психологии и о психологии спорта. Кому как нравится и кому как удобно. Да, меня зовут Елизавета, я студентка психологического института. Игорь – сотрудник, собственно, того же психологического института. Сразу расскажем о концепции нашего подкаста. Я делюсь знаниями о психологии. Игорь делится со мной знаниями о спорте. И мы постоянно ищем какую-то связь. Прошу вас обратить внимание на наши футболки. Да, я психолог. И футболка сборной России конца 90-х годов. Это именно та футболка, гостевая форма. Но, по-моему, и в матче с Францией, в домашнем матче с Францией в 98-м году Россия тоже играла в этой футболке. Но, к сожалению, в той отборочной кампании мы не вышли на чемпионат Европы. Впрочем, об этом речь пойдет дальше. Итак, Лиза, как ты думаешь, почему спортивные болельщики часто связывают те или иные спортивные события со своей повседневной жизнью, с событиями в стране, мире? Ну, если говорить изначально с человеческой точки зрения, наверное, я думаю, потому что для болельщиков, они же не просто так болельщики, для них важны победы, проигрыши, награды любимой команды. Если говорить с точки зрения психологии, так проще вспоминать. Связывать победу любимой команды, с днем рождения жены. Потому что если не запомнить дату дня рождения жены, то все мы понимаем, что будет. То есть в голове возникает некий ассоциативный ряд. Я думаю, что так. Ты согласен со мной? Да, конечно, потому что те или иные спортивные события, матчи, они важны для людей, которые интересуются спортом. И они такое выстраивают своеобразное дерево воспоминаний. И спортивные события выступают в качестве таких реберных точек. Например, я помню, что в воскресенье, в октябре 1999 года у меня была экскурсия с классом в Павловск. Почему это я помню? Потому что накануне Россия играла с Украиной и в драматичном матче не попала на чемпионат Европы 2000 года. Все помнят ошибку Филимонова. Но не все. Я сразу хочу уяснить, что я абсолютно ничего не понимаю в спорте. А я абсолютно ничего не понимаю в психологии. Поэтому мы здесь. Собственно, поэтому разработана концепция такая, о которой мы уже говорили. Да, ну, что сказать. Сегодня мы обсудим более важные и интересные события, помимо экскурсии. Я ни в коем случае не обесцениваю. Обесценивание — это плохо. Еще хочется сказать, что у нас будут разные темы, у нас будут разные гости. Сегодня у нас такая идея, что мы берем дату, год, если быть точнее. И Игорь рассказывает, что он знает о спорте, о событии спортивном, которое произошло в эту дату. Я же называю события, связанные с психологией. И немного делюсь с вами знаниями, которые я знаю, которые я узнала в поиске информации новой. Да. С какой даты мы начнем? Я хочу уточнить, что поможет нам в этом во всем чемпионат мира, который сейчас проходит в Катаре. Россия не играет на этом чемпионате, но она играла почти со всеми сборными, которые выступают на Мундиале. Мы будем вспоминать самые яркие, на наш взгляд, матчи, которые сборная России проводила с командами-участниками чемпионата мира. Итак, мы пойдем по группам. Начнем, разумеется, с группы А. Здесь у нас Катар, Нидерланды, Сенегал и Эквадор. С Сенегалом и Эквадором ни советская команда, ни российская не играла, а с Катаром и Нидерландами, Голландией раньше матчи были. В ноябре 2016 года Россия сыграла в Дохе товарищеский матч с Катаром и проиграла со счетом 2-1. И обе команды отметились нереализованными пенальти. У нас пенальти не забил всем известный Александр Кокорин. Эдму и психологи о нем тоже знают. Да, психологи тоже. Они даже неизвестны откуда. Но откуда-то знаем. Ага, потому что в Барбоскиных Кокорин, кажется, был. Ну, еще по другой причине, более громкой. Все помнят, наверное, ситуацию с Павлом Мамаевым. И вот этот конфликт можно разбирать с психологической точки зрения, я думаю. Но мне кажется, все-таки не иные подоплеки. Итак, что ты знаешь о 2016 году? Да, порывшись в информации интернета, я даже, оказывается, помню это, что Леонардо Ди Каприо получил свой первый долгожданный Оскар. Все мы знаем, что, ну, мое сугубо личное мнение, что Ди Каприо невероятно красив и талантлив. Вот. И я не знала, что он шел к Оскару очень долго. Кажется, он четыре раза был кандидатом. Правильно я говорю кандидатом? Номинировался. Номинантом. Номинантом, да. Четыре раза. И четыре раза у него Оскар исчезал просто из рук буквально. Вот. И только после того, как он снялся в фильме «Выживший», вы смотрели? Все? Никто не смотрел «Выживший»? У нас за кадром стит Галя, это наш ассистент. Она носит кофе и цепляет нам микрофоны. Обязательно посмотрим после съемки. Я тоже буду просвещаться не только же спортом, а одним увлекаться. Нет, на самом деле очень хороший, странный, кстати, психологический фильм. Вот. Очень неожиданная концовка. Вот. Но сыграл он там шикарно. Вот. И, собственно, психология. Леонардо Ди Каприо, повторю, да, четыре раза номинировался. Четыре раза он ускользал, этот Зоус Короневой из рук. Как ты думаешь, в каком состоянии пребывал с психологической точки зрения Ди Каприо? Я думаю, в таком же, как и сборная России до чемпионата мира 2018 года. Это никак, ни разу в истории России, в российской истории, не выходило из группы на чемпионат мира. И тут аномалия 2018. Я думаю, что у Леонардо были похожие чувства эйфории. Ну, на самом деле, у него было противоположное чувство. Это фрустрация. Знаешь, что это такое? Это когда ты, если я не ошибаюсь, чего-то ждешь, но происходит облом своеобразный. Да, если говорить суперпростым языком, да, полное определение, фрустрация, психическое состояние, возникающее в ситуации невозможностью удовлетворения своих потребностей либо желаний. То есть там есть несколько видов. Допустим, когда ты всю неделю ждешь, пока ты сходишь в театр и встречишься с другом, а потом он звонит и говорит, «Мы сегодня не встретимся, кстати». Или такой, блин, я всю неделю ждал это. Это называется фрустрация. И психологи спорят на тему, все же фрустрация – это норма или патология. Как ты считаешь, это норма или патология? Я думаю, что это данность. Есть ситуация. Спорта – это как Бенфика из Лиссабона не может выиграть европейский трофей, потому что все думают, ну как принято считать, на нее наложено проклятие Гутмана. И как только Бенфика выходит в финал Еврокубка, проигрывают, у них, наверное, фрустрация. То есть чувство фрустрации, ситуация фрустрации. Ну, психологи все же больше настаивают на том, что фрустрация – это норма. То есть это нормальная реакция нашей психики на отмену какого-то долгожданного события. Но при этом реакция на фрустрацию может быть неадекватной. То есть здесь тяжело сказать. Ну, опять же, это зависит от опыта. Если у тебя первый опыт фрустрации, то, возможно, неадекватная ситуация. Если второй и последующий, то ты, наверное, уже знаешь, как себя вести, как держать себя в руках. Ну, у меня фрустрация – это источник агрессии. Если я фрустрирована, я злюсь. И каждый раз я понимаю, что это неадекватная реакция. Я анализирую, я фильтрую, думаю, так, блин, я фрустрирована, поэтому я злюсь. Это нормально для меня, потому что это свойство моей психики. Вот. Поэтому сейчас нельзя и невозможно сказать, фрустрация – это хорошо или плохо. Она полезна иногда, возможно. Просто нужно понимать, что мы фрустрированы, поэтому мы можем злиться, мы разочарованы, мы обижены. Вот. И поэтому все-таки это больше норма, чем патология. Давайте посмотрим, у кого будет фрустрация на этом чемпионате мира и будет ли она у сборной России в дальнейшем, если она все-таки возобновит свое участие в крупнейших турнирах, чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Итак, у нас еще осталось 29 команд. Я напоминаю. И 29 дат. Вторая команда в группе А – это Нидерланды. Все помнят 2008 год и четвертьфинал Евро, когда Андрей Аршавин не играл в первых матчах группового этапа из-за дисквалификации, которую он получил в последнем матче отбора с Андоррой. Но в четвертьфинале зарешал, четверть данцев закончил вообще все, и Россия вышла в полуфинал Евро и завоевала бронзовые медали. Что у нас произошло в 2008 году? В 2008 году не было никаких, оказывается, открытий. Я была фрустрирована, когда прошуршала весь интернет. Вот, поэтому я вспомнила учебник Маховской Ольги, о чем говорить с ребенком. Ее на первом курсе еще советовал нам какой-то преподаватель, честно говоря, я не помню. И даже если я помнила, не думаю, что стоит называть имя, фамилию, отчество. Вот, то есть это учебник, написанный детским психологом. Идея состоит в том, что родители, которые выросли в Советском Союзе, они забывают говорить с детьми или стесняются им что-то рассказать. Вот, и, то есть детский психолог, она учит говорить с ребенком, общаться с ним. То есть здесь пишут о том, что в книгу вошел эксклюзивный материал, интервью с родителями, с детьми, педагогами в США, Франции, Италии. Вот, и книга, собственно, она подходит даже не только для родителей, а для людей, которые хотят научиться договариваться, общаться с людьми. Вот, также подходит для социальных работников. У нас за кадром сидит социальный работник будущий, который уже начал писать дипломную работу. Ну, и в целом для будущих родителей, которые интересуются воспитанием ребенка. Потому что я считаю, я настаиваю на том, чтобы перед тем, как идти рожать ребенка, нужно разобраться вообще, что это такое, как это нужно делать и для чего нам это нужно. Потому что, когда, немножечко отойдем от темы, родители говорят, что я тебя рожала вообще-то, ты такая вот неблагодарная, я тебе дала жизнь. Типа, родители, они идут, рожают для себя. То есть, потому что такие, так, я хочу стать матерью. Они не задумываются о том, что ребенок хочет, чтобы его родили, там где-то сидит и ждет, когда же меня родят. Вот, то есть, родители рожают для себя исключительно. И потом они уже потакают ребенка, ты неблагодарный, неблагодарная, я тебе рожала 10 часов, а ты там не хочешь сходить в магазин за хлебом. То есть, такая тема, к сожалению, тоже есть. Поэтому, родители, которые так делают, я настоятельно рекомендую вам прочитать серию книг той же Ольги, забыла фамилию, Маховской, о чем говорить с ребенком. 2008 год. Как ты думаешь, спорт это подходящая тема для общения между родителями и детьми? Есть ли что-нибудь о спорте в этой книге? О спорте? Если ребенок увлекается спортом, то я считаю, что очень важно говорить с ним о его увлечениях, а не о своих или о каких-то других. Если человек хочет пойти на спорт, он такая, нет, ты будешь читать книги. Отлично. Ну, то есть, да, если человек, ребенок такой, мам, я там занимаюсь, меня сегодня, допустим, наградили, у меня медаль, и мать такая, да, да, окей, то это очень плохо. Потом за этим последует очень много травм, потому что ребенок это несформированная психика. Он не знает, как вести себя в таких ситуациях. Он такой, так, значит, мои вот эти медали, они не оценятся. Возможно, они ничего не значат в этой жизни. То есть, такое было, наверное, у каждого в жизни. Потому что старшее поколение, к сожалению, очень любит обесценивать, не брать в счет увлечения даже своего ребенка собственного. Поэтому это очень большая проблема. Я думаю, что общение между родителями и детьми может крепнуть даже благодаря спортивным событиям. Возможно, кто-то взял своего ребенка 17 октября 2007 года в Лужники на матч Россия-Англия. Мы уже перешли группе «Б» и вспоминаем матч Россия-Англия 2007. Возможно, кто-то взял ребенка на этот матч. Он завершился знаковой победой России. И, может быть, с тех пор сын, а может быть, даже дочка стала увлекаться футболом, болеть за сборную России вместе со своим отцом. И таким образом у них стали крепнуть семейные отношения, появились общие увлечения. Может быть, он или она пошли заниматься футболом. Это тоже одна из функций спорта, массового спорта. Социализация личности, если я правильно понимаю. Итак, я сказал о матче Россия-Англия 2-1. Павлюченко забил дважды, ответил на гол Руни в первом тайме. Спящий гигант тогда проснулся. Это было в 2007 году. А что было у тебя в 2007 году? Может быть, у тебя? Или вообще в мире? Да, в мире Джордж Мандлер опубликовал историю современной экспериментальной психологии. Что такое экспериментальная психология? Научное такое определение — это общее обозначение всех видов научно-психологических исследований, которые осуществляются посредством различных экспериментальных методов, то есть эмпирические. Эмпирические равно эксперименты. Такая психология представляет собой не какой-то особый вид психологии, а общий методологический подход, охватывающий самые различные вообще в целом подходы психологической науки. То есть это экспериментальная психология. Может быть ли экспериментальная психология в спорте? Да. Эксперименты. То есть есть соревнования, матч, и спортивный психолог наблюдает за тем, как участники матча реагируют на события в нем? Ну, если этот психолог — он исследователь, то почему нет? Конечно, да. Я думаю, что тем очень большую пищу для размышлений, для психологов, исследователей принес матч 2003 года у Эльса Россия. И в частности поведение Вадима Евсеева, который выступил на камеру, так скажем. Это был 2003 год. Что в нем? Да. В 2003 году вышел первый сборник сочинения Зигмунда Фрейда. Сейчас, как многие знают, Фрейда уже стараются все меньше и меньше упоминать. Его работы в нашем институте очень редко говорят. Ну, Фрейд, ну, не будем о нем. Но при этом выражения по Фрейду я упоминаю практически каждый день. Да, даже спортивные комментаторы чуть ли не в каждом втором матче упоминают Зигмунда нашего Фрейда. Да, но все равно его самоанализ имеет место быть даже сейчас. В собрание этого сочинения вошли все его работы, лекции. Некоторые из них даже переводились впервые на русский язык. Вот, то есть книга будет полезна для психологов, психиатров, для врачей, для простых смертных, для людей, для студентов, которые хотят побольше разобраться в этом. Двигаемся дальше. И следующий соперник сборной России – это США. Мы взяли товарищеский матч, вспоминаем о товарищеском матче в 2000 году на стадионе «Динамо». И он завершился со счетом 2-0. Отличились Титов и Валерий Карпин, нынешний тренер сборной России. А в 2000 году что у нас? В «Владивавто» 2000 песня? Ну это тоже. Так, сейчас будет сложно. Макс Вельман сапубликовал статью «Понимание сознания», в которой он отстаивает идею рефлексивного монизма. Сейчас все напрягаемся и слушаем «Определение рефлексивного монизма». Это современная версия древнего представления о том, что основная материя Вселенной проявляет себя как физически, так и как сознательный опыт. И он приводит такой аргумент, это очень сложно и нужно думать об этом. Его аргумент состоит в том, что разум и Вселенная, они психофизичны. Тяжело. Да. Можно записать и даже подумать об этом. Но в интернете очень мало информации на самом деле об этом. Очень мало. Это надо осмыслить. И даже простым языком это очень сложно сказать. Я вчера сидела, я об этом слышу впервые, поэтому я решила разобраться в этом, но это очень тяжело. Это набор каких-то научных терминов. И мозг плохо соображает. Недавно оказалось, ну точнее я давно знала, что у нас есть нервные клетки, нейроны, которые имеют один аксон и множество дендритов. И как это работает, как у нас закрепляется новая информация. То есть мы живем, читаем какую-то, допустим, мы хотим разобраться в какой-то теме. Мы читаем, там, допустим, запоминаем, и у нас дендриты. Там один, второй, третий. Затем мы читаем еще один, у нас еще дендриты. И чем больше дендритов, тем больше у вас запоминается информация, тем больше вы прокачиваете свои навыки. И чем больше вы смотрите спортивных матчей, запоминаете их, чем спортивные матчи более яркие, значит, вы можете запомнить вообще все. Да, но если вы вдруг резко перестанете смотреть спортивные матчи, дендриты, они просто начнут пропадать, распадаться, пропадать. И все, и вы забудете. Для следующего матча, я думаю, дендриты ни у кого не сформировались, потому что это был матч Иран-Россия в 2011 году, 9 февраля, товарищеский матч, мы проиграли 1-0 на 90-й минуте. 2011 год. Угу, Гарри Поттер. Поговорим о Гарри Поттере. Последняя книга? Да, 2011 год, заканчивается книга, и кажется, даже фильм заканчивается, да? В 2011 году, кажется, заканчивается и фильм. Да, поговорим про Гарри Поттера. Синдром самозванца. Что мы видим в фильме? Мальчик, который выжил, он подрастает, проявляет очень положительные качества, лидерство, доброжелательность, ум. Но при этом ему кажется, что люди ему симпатизируют зря, и он не может дать им то, чего они хотят, даже про того же Волан-де-Морта. Все говорят, ты можешь его убить, он такой, нет, я не могу, вы от меня вообще слишком много требуете. Вот. Синдром вообще самозванца, это часто встречающаяся психологическая проблема, это проблема, которая встречается, особенно если ребенок вырос в постоянном унижении и оскорблениях. Вот. И забавный факт, может быть и не забавный, что им страдает больше женщина, чем мужчина, но это, конечно же, не значит, что у мужчин он не встречается. Также мы можем посмотреть на того же Гарри Поттера. Я думаю, что и до женского спорта мы как-нибудь доберемся и спросим у наших гостей, есть ли у них этот синдром, встречали ли они когда-нибудь такое, может быть, в спорте или в повседневной жизни. Итак, идем дальше. Группа С. И здесь у нас Польша, Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия. Конечно же, мы вспоминаем матч с Польшей на Евро 2012. Россия тогда разобралась с Чехией 4-1 в первом матче. И, казалось бы, команда Дика Адвоката попрет дальше, но вот на Польше споткнулись, играли с хозяевами, были шансы победить, но, увы, на гол Дзагоева ответил Блащиковский. 2012 год. 2012 год. Американская психиатрическая ассоциация публикует официальное заявление о поддержке ухода и гражданских прав трансгендерных лиц. и лиц, которые не соответствуют гендерному признаку. Да, очень актуальная тема в современном футболе. Ну, в какой-то мере даже запрещенная на этом чемпионате мира, поскольку он у нас проходит на Ближнем Востоке. И так, следующая команда это Аргентина, которая сенсационно вчера, позавчера уже относительно того, когда мы записываем этот выпуск, проиграла Саудовская Аравия. А в 2009 году Диего Армандо Марадона приехал в Москву в качестве тренера Аргентины и в очень зрелищном матче наша команда уступила со счетом 2-3. У нас отличились Семшов и Павличенко, за Аргентину забили Агуэра, Лопес и Датола. 2009 год. Что о нем можно сказать? 2009 год. Печальное событие. Умирает Майкл Джексон. Причем здесь психология. Поговорим про его внутреннего ребенка. Майкла Джексона лишили детства. Его родители, насколько я знаю, там были максимально токсичные отношения. Что мне удалось узнать о нем? То, что он навсегда остался большим ребенком. Это очень видно, заметно по видеоматериалам с ним. Оказывается, в 39 лет он купил свое знаменитое ранчо. Такое знаменитое, что я о нем первый раз слышу. В котором был парк аттракционов, зоопарк и железная дорога. То есть, все, что нужно для счастья маленькому ребенку. И, как оказалось, и в 40, и в 50 лет Майкл Джексон любил покупать мягкие игрушки и общаться с детьми. и вследствие из-за этого его начали обвинять в том, что у него есть половое влечение к детям. Насколько мне известно, его оправдали, опровергли этот факт уже, кажется, даже после его смерти. И также есть такой факт, что из-за своей инфантильности певец боялся и избегал физической близости с женщинами. И по его признанию он был женат на Лизе Марии Пресли и он не имел с ней половых отношений. В чем-то этот синдром, мне кажется, и близок спортивным болельщикам, людям, которые интересуются спортом. Я не о половых отношениях, а о том, что все они в какой-то мере остались детьми, потому что, как правило, увлечение спортом зарождается в детстве и проходит через всю жизнь. На самом деле внутри каждого из нас есть маленький внутренний ребенок, абсолютно в каждом. В тебе, во мне, в Гале, в Вове, в дедушках и бабушках. То есть это абсолютно нормально и он очень часто проявляется. Нужно ли его поощрять или нужно просто забывать о нем? О нем невозможно забыть. Как по твоему мнению в тебе проявляется твой внутренний ребенок? Ну, наверное, когда я иду на стадион смотреть футбольный матч, потому что я занимался этим с детства, так скажем. Нет, это абсолютно нормальное явление, об этом говорят все психологи, психиатры, что у нас есть маленький внутренний ребенок. Это не отклонение, это не патология. Ну, я, например, тоже, как и Майкл Джексон, люблю мягкие игрушки. У меня дома вот такой гусь и вот такой медведь из Икеи. То есть, я уважаю его за то, что он в 40 и 50 лет любил мягкие игрушки. в общем-то... Может быть, мы принесем твоего медведя на следующий выпуск? Да, и я могу и гуся. Галя уже за. Да, в общем, не забывайте о своем внутреннем ребенке, поощряйте его, балуйте, любите, потому что это неотъемлемая часть вас, это то, что должно быть всегда и везде в нас, я имею в виду. Вот, то есть, где вы еще побоете ребенка? А мы переходим к следующему событию, к следующей дате 2017 год, не так давно мы уже и тогда не были детьми, наверное, ну, я-то уж точно. 2017 год? Да, Россия тогда играла на Кубке Конфедерации, который проходил до Чемпионата мира, играла один из матчей, был с Мексикой, это последний матч группового этапа, к сожалению, наша команда в очередной раз не вышла из группы на крупном турнире, проиграли Мексике 1-2 в Казани, ну, вот такая грустная история, может быть, у тебя история повеселее о 2017, 2017 год, теракт, 17-й, 17-й, да, теракт в питерском метро, все мы об этом помним, и очень хорошо, что нас это не коснулось, меня коснулось, но отдаленно, поговорим о терроризме, во-первых, начнем с того, что проявление терроризма это девиатное поведение, самое интересное, что девиатным считается поведение, которое хотя бы на 1 миллиметр отклоняется от нормы, кто решает, что такое норма, то, что принято обществом, может быть, общество само ненормальное, то есть это спорно, но решает большинство, то есть девиация, она может быть, как и проявляться в терроризме, как и в том, что я сейчас ломаю стул, я выделила ряд личностных предрасположенностей, которые, по моему мнению, вообще, в принципе, могут быть в любом террористе, это сосредоточенность на защите своего я с постоянной агрессивно-оборонительной реакцией, то есть вместо того, что сейчас убьют меня, лучше убью я. Неадекватная личностная идентичность здесь говорится про низкую самооценку, мне кажется, это классика. Неудовлетворенная потребность в присоединении к группе, неважно, малая или большая. Кстати, у нас там стоит книга «Психология поведения человека в группе». Книга от нашего института, поэтому я думаю, что ее стоит посоветовать. Переживание социальной несправедливости со склонностью проецировать на общество свои неудачи. И в целом еще социальная изолированность. Я думаю, что это сто процентов, потому что социально адаптированный человек вряд ли будет подрывать блин метро. Это, ну, скорее всего, я даже не нашла никакой информации, было ли вообще там какое-то психическое отклонение, потому что у террористов Керчи, кажется, было определенно. И там определенно была социальная дезадаптация. Это грустно, несправедливо, но такие люди есть среди нас. Дальше у нас идет матч Саудовской Аравии. Россия Саудовская Аравия в 2018 году, первый матч чемпионата мира в России. Я, если честно, я тогда сдавал экзамен по-английскому и не посмотрел этот матч в прямом эфире. Думал, что традиционно Россия выступит даже на домашнем чемпионате мира. команда опровергла скептиков и ударно начала Мундиаль. Выиграли 5-0. Первый не буду смотреть. В подсказке первый мяч по-моему забил Гозинский. Сейчас проверим. Да, именно он. Гозинский, Черышев, Дюба, Головин отличились. Опять 2018 год. Близко к 2017. У нас совершенно разные события. Хочу спросить, было ли за историю футбола того же замечено алкогольное опьянение одного из футболистов или комментаторов? Комментаторов, да, конечно. Конечно. Нормальные явления. Тот же Василий Уткин несколько раз комментировал футбольный мяч, футбольный матч пьяным находясь, по-моему, у себя на даче. В 2011 году матч Милана Удинеза прокомментировал пьяный комментатор. может быть под конец выпуска вспомни его фамилию. Он известен тем, что специализируется на латиноамериканском футболе и собственно он провел первый тайм был более менее приемлемым, даже может быть мало кто заметил его состояние, но во втором тайме он пошел в разнос и его комментарий потом разошелся на мемо. Его не уволили? его отстранили от комментирования, но по-моему не уволили. Отлично. Хорошо, мое событие. В 2018 году выходит песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» и собственно поговорим про футболки. Да, и поговорим про алкоголизм. Ничего себе. Да, нашла симптомы, по которым уже можно понять, что у вас есть алкоголизм. Это очень важно послушать футбольным фанатам, особенно, которые часто ездят на выезда. Ну, есть фанаты ультра, те, которые пьют только на выездах, но встречались такие явления, которые можно назвать алкоголизмом. Да, но здесь еще стоит говорить о том, что существует бытовой алкоголизм. Это когда вы за ужином, каждый день выпиваете бокальчик вина. Это также еще первая стадия алкоголизма, которая может длиться как месяц, как два, так и всю вашу жизнь. То есть вы дальше первой стадии можете как выйти, так и не выйти. Все в ваших руках, ответственность только на вас. и из самых явных симптомов, первый симптом это увеличение частоты выпивки и крепкости. То есть сначала вы начинаете с пива, а потом заканчиваете джином, водкой и чем угодно. Потому что алкоголизм это к сожалению у нас в России очень популярное явление, если выйти даже очень грустно, что выходишь в Питер и на тебя идут пьяные мужчины, которые просят прикурить сигаретку и ты такая и при этом на этой стадии человек может смешивать напитки разной крепкости, что уже неправильно отказываться от еды. Если вы уже не ищете повод для выпивки, вам не нужна компания, то скорее всего здесь уже нужно задуматься. Второй знак это отсутствие рвотных позывов при выпивке, при чрезмерном точнее количестве выпитого. Это тоже уже плохо, вы не можете остановиться и это уже явный алкоголизм. Как думаешь, хорошо или плохо то, что на стадионах не продают алкогольные напитки? И в том числе на чемпионате мира в Катаре даже пиво не продают? Ну я считаю, что это очень хорошо, потому что некоторые люди не умеют контролировать себя, потому что они выпивают, я сама видела не один раз, я живу возле Зенит-арены, и периодически я слышу очень-очень-очень громкие крики, маты, и там я понимаю, что там тоже не продают алкогольные напитки. Они приносят с собой, они приходят уже пьяные. Это невозможно, потому что там досмотр почти такой же, как в аэропорту. Они приносят уже с собой, не приносят, а выпивают. Скорее всего не проносят, а употребляют до матча и уже приходят. Но многих, ну не многих, некоторых заворачивают до матча тех, которые перебрали или не умеют себя контролировать в состоянии сильного алкогольного опьянения, как сказали бы сотрудники правоохранительных органов. Ну я считаю, что это проблема, если на стадионе будут пьяные. А как же создание атмосферы праздника? То есть люди будут болеть громче, активнее, у всех будет хорошее настроение из-за того, что они пропустили по бокальчику пива. Говорить о том, что пить это создание праздника, это уже тревожный звоночек для алкоголизма. Потому что праздник можно устроить без алкоголя. Очень просто. Просто нужно ну блин, ты уже находишься среди людей, которые твои единомышленники. То есть это уже праздник, вы можете с кем-то познакомиться, поболеть. То есть я не считаю, что чтобы пить нужно иметь какой-то настрой, чтобы просто пойти повеселиться. А как же отметить победу любимой команды? На прошлой неделе я ездил в Воронеж и как бы невольно тоже после матча в поезде так скажем употребил коньяк незаконно пронесенный. Но количество было небольшое и в принципе это создало такую душевную атмосферу. А ты называешь это бытовым алкоголизмом? Называют бытовым алкоголизмом, да. Это самый настоящий. Понимаешь, люди сами несут ответственность за свои действия, и если они считают, чтобы устроить праздник или отметить какое-то событие, то нужно пить, хорошо? Ну, а если возвращаясь к выездам, если человек пьет только на выезде любимой команды, там, допустим, раз в месяц. Бытовой алкоголизм. Первая стадия. А раз в год? На Новый год. Первая стадия. То есть можно сказать, что вся наша страна больна бытовым алкоголизмом? Да. И срочно нужно записываться на прием психологу, психотерапевту? Нет. Но если это как-то мешает жить, да. Если это мешает другим жить, то нет. Нужно идти к психологу только если вам некомфортно жить с алкоголизмом, с синдромом самозванца, с выгоранием. Если вам окей, если вы чувствуете, что вам комфортно, то зачем? Если это мешает кому-то, говорят, блин, мне не нравится, как ты себя ведешь, что ты пьешь, иди к психологу. Это уже принуждение, и ты не должен идти, потому что кому-то некомфортно. 9 июня 99 года у себя на кухнях, когда отмечали историческую победу России над Францией на стадионе Stade de France, когда Александр Панов отличился дважды, Валерий Карпин забил победный мяч. Это был первый матч из серии игр, который нужно было выиграть сборной России, чтобы попасть на чемпионат Европы 2000 года. И казалось бы, вот этот самый первый шаг его невозможно будет сделать, победить Францию, чемпионов, действующих чемпионов мира, у них дома, но команда Романцева сделала это. И после этого матча уже многие решили, что остальных-то обыграем, Исландию, тоже Украину, но увы, как мы сказали ранее, в последнем матче роковая ошибка Филимонова перечеркнула надежды России на попадание на Евро 2000. 99-й год. Публикуется книга «Философия психологии». Философия психологии в целом довольно тесно связаны, можно бесконечно находить, составлять список связей, даже те же верования. В книге говорится о том, как современная когнитивная наука бросает вызов нам, нашему представлению о себе с точки зрения здравого смысла. Книгу очень тяжело найти, ее нет, кажется, я, по крайней мере, не нашла в русском переводе. Через переводчика содержание искажается ужасно, но в целом, если постараться, если вы знаете английский и британский язык, то, пожалуйста. Британский язык. Британский язык, да. Есть такой? Британский. Ну, это больше диалект, можно это назвать диалектом? Акцент. Бритиш English, скорее всего. В Лондоне на британском говорят. Или, может быть, на Кокне в отдельных районах. Там и на русском, и на украинском, и на французском говорят. Ну, то есть, да, есть такое тоже. Я думаю, говорят на всех этих языках, диалектах, в том числе и о футболе, и говорили, безусловно, о матче, который состоялся не так давно, в прошлом году последний матч сборной России на крупных турнирах Копенгагене. Последний на сегодняшний день, будем надеяться. Когда мы проиграли со счетом 4-1, прямо такое очень досадное поражение, и, что называется, без шансов было на стадионе Паркин в Копенгагене, 2021 год. Возможно, у тебя снова какое-то досадное событие? Да. У меня довольно печальное событие, потому что в 2021 году было приведено исследование психологами, которое сообщает, что одиночество подростков в современных школах и депрессия значительно повысилась по сравнению с исследованием, которое проведено в 2012 году. Это печальный факт. Не знаю, я думаю, сейчас эти значения еще выше, и они будут еще выше. Живем в тяжелое время, ребята. Поэтому ходите на стадионы пока и к психологам. Еще можно там вы точно не будете одни. хотя может быть человек и может ощущать себя одиноким, находясь в большой толпе людей. Я думаю, что такое часто бывает. Итак, следующая команда в этой группе у нас Тунис. А когда мы играли с Тунисом в памятный матч, это, конечно же, 2002 год в замечательном городе Кобе состоялся матч Тунис-Россия, мы победили со счетом 2-0, как часто это бывает, начали за здравие, а потом даже и не хочется вспоминать. А потом бытовой алкоголизм. Потом у многих бытовой алкоголизм и погромы на Манежной площади. Значит, это уже не бытовой. Да, во время просмотра матча Япония-Россия. Ну, о причинах наверное могут и психологи в том числе говорить о причинах массовых беспорядков. Фрустрация. Терроризм. Из-за было слова. Бунт. Бунт, да. Бунт. Русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. И бытовой алкоголизм. Ну, алкоголизм в любом случае там присутствовал. Состояние аффекта. Там просто можно огромный вот такой список составить, почему были массовые беспорядки. Чувство справедливости обострённое. Я сейчас всем диагнозов наставлю. Да, я думаю, что на стадионе почти каждому болельщику или, может быть, спортсмену можно ставить диагноз уж в том, что то, что состояние людей на стадионе отличается от того, как они ведут себя в обычной жизни, об этом можно говорить совершенно точно. Ну, это работа гормонов, да, выплеск адреналина, норадреналина. Это прикольно, это можно изучать, но это уже давно изучено. Итак, переходим к группе Е. Здесь у нас выступают Германия, Испания, Япония, Коста-Рика. Вспомним о матче. Многие, наверное, помнят матч Россия-Германия, который был во время отбора к чемпионату мира 2009 года. Тогда проиграли опять, к сожалению. Но, поскольку 2009 год у нас уже был, мы вспоминаем о годе 2005, когда Россия играла в Мюнхен-Гладбахе. Наверное, не знаю, можем ли мы еще, можем мы уже передавать привет Геннадию Орлову. Привет, Геннадию Орлову. Один из любимых городов Геннадия Сергеевича упомянули. 8 июня Россия сыграла в ничью в товарищеском матче с немцами 2-2. За сборную России отличился Александр Анюков, который только что перешел в Зенит. И буквально на тот момент 2005, на момент 8 июня 2005 года. И Андрей Аршавин на 90-й минуте отличился за сборную Россию. У немцев забивали, забивал Бастиан Швайнштайгер дважды. Он это сделал. Это матч с Германией, о котором я сказал. Это последний на сегодняшний день матч с немцами, в котором мы не проиграли. 2005 год. Там что у нас в точке зарения психологии? Поражение, победа или может быть ничья? Поражение птичьим гриппом. Россия не то чтобы расстроилась, но продажи мяса и птицы, мяса животных и птицы снизились на 30%. Причем здесь психология, спросите. Поговорим про вегетарианство. А точнее о том, как оно влияет на психические процессы. Очень коротко, что я нашла. На биологическом уровне состав питания, который получается из вегетарианской диеты, то есть растительное питание, может влиять на нейрональные функции и синаптическую пластичность. И это в свою очередь влияет на мозговые процессы, которые имеют влияние на развитие психических расстройств. То есть вегетарианство это не психическое расстройство, но отказ от мяса может вызвать у нас склонность к депрессии и различным расстройствам, потому что у нас дефицит витамина Витамина он является его дефицит является для возникновения психоневрологических расстройств. Поэтому кушайте мясо и ни в чем себе не отказывайтесь. Но если вдруг вы вегетарианец, конечно, живите как вам угодно. Я думаю, очень мало людей, которые интересуются в частности футболом и которые являются вегетарианцами. Еще и трезвые. Ну, это вообще, наверное, тяжко. То есть вегетарианство плюс трезвость совсем, наверное, жить не очень не весело, так скажем. Что у нас дальше? Дальше у нас красная фурия. Есть ли такое понятие психологии? Красная фурия? Нет, есть позитивная психология у меня об этом. Так называют сборную Испании. О знаменитом матче Россия-Испания и ноги Акинфеева говорить не будем. 98-й год. Первый матч российской сборной, не СССР, СНГ, а именно российской, с Испанией. Состоялся он в Гранаде. Тогда команда Романцева или не команда Романцева, команда Бышевцев, прошу прощения, конечно же, это один из нескольких матчей, которые Анатолий Федорович провел во главе сборной России и все, кстати, проиграл. Кто? Россию? Да. Блин, а мы когда-нибудь выиграем вообще? Вопрос. Вопрос. Большой вопрос. С учетом нынешних реалий, тем более. Итак, Испании мы тоже тогда проиграли. Александр Мостовой не забил пенальти и, к сожалению, не удалось российской команде отличиться, несмотря на то, что почти весь матч мы играли в большинстве. 98-й год. Ну, хоть там-то есть какое-то позитивное событие? Да, но не то, чтобы позитивное для нас, позитивное для Мартина Селегмана, который установил позитивную психологию в качестве своей основной темы, сделал он это, когда он стал президентом Американской психологической ассоциации. Что такое позитивная психология? Это такое направление в психологии, которое фокусируется на улучшении личного и общественного благополучия, то есть напрямую на общество и на его комфорт. Вот. И также на саморазвитие и просто развитие человека. Довольно позитивная штука, поэтому она называется психология. Позитивная психология. Вот. В целом очень приятно иметь с ней дело. Отлично. Дальше у нас как раз рассказ о позитивных матчах, потому что наконец-таки о матчах, в которых была одержана победа. В 1978 году тогда советская команда совершала, сыграла серию из трех товарищеских матчей с японцами. И первый матч состоялся 19 ноября и он завершился победой сборной СССР со счетом 4-1. Далее через четыре дня японцы снова были обыграны с таким же счетом. И 26 ноября 1978 года 0-3 в пользу советской команды завершился матч. Очень уж мы одолелись а то все о годах которые и мы должны помнить а тут 78 когда мы еще не родились. Что у нас дальше? Дальше по списку у нас такая замечательная команда как Коста-Рика которая в первом матче проиграла Дрыск Испании со счетом 7-0 и в 1990 году она проиграла и сборной Советского Союза со счетом 1-2 и как ты думаешь как назывался турнир в рамках которого состоялся данный матч? Бытовый алкоголизм? Очень близко он назывался Кубок Мальборо Отлично Но на самом деле очень интересно Да И думаю психологи изучают аддикции связанные с курением Естественно Они изучают разные аддикции 90-й год Такое сложное время для нашей страны И наверняка события снова не очень весел Ну в 90-м году опубликована модель агрессивного поведения Агрессия про мианизм говорили Да более доходчиво Хотя на русском написано Да более понятно и к спорту естественно можно применить Но я думаю что спортивная агрессия не помешает любому спортсмену Агрессия Ну согласись что это чувство оно помогает мотивировать себя может быть помогает показать хорошие результаты то есть ты разгоняешь свою психику и забиваешь пол в девятку Но эта агрессия на футболе была направлена на причинение боли другому игроку То есть неспортивное поведение неспортивная борьба Да это было не по правилам но поскольку это мини-футбол с упрощенными правилами тут как бы не докопаешься но я спросила А судьи-то были судьи наверняка были тогда Просто это произошло перед нами это был конкретный случай я не буду о нем упоминать и говорить кто там был я знаю этого человека но я не буду говорить об этом вот это было это было направлено на причинение боли другому человеку это был удар вот там бывало такое что не хватали друг друга это тоже не по правилам хватать чтобы не дать человеку пнуть мяч это тоже против того что написано в правилах но опять же это мини-футбол в рамках института с упрощенными правилами где в принципе можно позволить себе ударить другого человека но опять же морально нравственно ударить другого человека и даже не было ни штрафного удара за это нет мне кажется это было даже незамечено то есть это такой вариант карате футбола да это не мини-футбол очень много боли было в рамках отборочного турнира вспоминаем 2006 год и первый матч в истории российской команды с Хорватией он прошел на стадионе Локомотив и завершился нулевой ничьей к слову и ответный матч в Загребе на Максимире тоже закончился тем же счетом 2006 году также 28 марта выходит альбом певицы Максим Максимир Максим мы не готовились да кстати действительно вот альбом назывался трудный возраст песни о неразделенной любви тогда очень много девочек плакало по этой песне вот с точки зрения психологии неразделенная любовь та же фрустрация порывшись в причинах вообще я нашла интересно вот это детско-родительские отношения что мы видим в человеке того самого холодного родителя языки так мне нужно заслужить хорошие отношения и мы начинаем добиваться этого человека другая причина может быть даже скрыта в получении удовольствия от самого завоевания тут как бы два пути либо ты завоевываешь этого человека и ты как бы доволен собой либо ты не завоевываешь и продолжаешь страдать бесконечно пока ты не понимаешь что уже все уж пришло страдать бесконечно это обычное состояние болельщика сборной России да я уже поняла почему-то все время проигрываем там буквально два раза да кажется выигрывали за историю вот этого нашего подкаста но это такой достаточно вольный срез но даже он в какой-то мере показательный да к сожалению в последнее в последнее в последнее время за исключением 2018 года очень нерадостное событие можно назвать в истории сборной России произошли можно назвать это неразделенной любовью когда ожидания болельщиков не оправдывались а как говорил в 2012 в 2017 году частном разговоре или публично капитан сборной России тогдашний Андрей Аршавин ваши ожидания это ваши проблемы в том что вы влюбились в нас виноваты только вы сами да так и есть это очень мудрая фраза далее у нас красные дьяволы по списку и матч Россия Бельгия Бельгия Россия на чемпионате мира в 2014 году который проходил в Бразилии проходил он на знаменитой Мараккане и тогда весь матч мы вроде бы грамотно оборонялись но на 88-й минуте Ореги все-таки распечатал ворота сборной России и тогда мы снова не вышли из группы 2014 год тоже совсем недавно было да в 2014 году завалим людей именами фамилиями Станислав Дихайен Джакомо Рецелати и Тревор Робинс были удостоены премии за исследование высших мозговых механизмов на самом деле вообще в целом вот эти мозг его механизмы это супер интересно это сложно но мы все помним про дендриты их количество что чем больше мы этим увлекаемся тем это интересно я сейчас очень подробно увлекаюсь гормонами вот это норадреналина адреналин вазопрессин кстати забавный факт то что вы чувствуете бабочки в животе при влюбленности это не значит что это ваш человек он заставляет вас чувствовать что-то невероятное это просто адреналин и норадреналин адреналин очень такой наверное наиболее часто встречающийся гормон у посетителей футбольных матчей у футболистов у всех спортсменов в целом был ли адреналин было ли много адреналина участников матча Канада СССР на олимпиаде на 21-й летней олимпиаде в Монреале в 1976 году скорее всего да как и на любом олимпийском событии тогда советская команда обыграла канадцев со счетом 1-2 но интересно не это а то что советские спортсмены по итогам этой олимпиады завоевали бронзовые медали и в матче за третье место была обыграна сама Бразилия со счетом 2-0 1976 год да в этом году основа журнал Psychology of Women Quarterly это феминистский научный журнал не наш как вы уже поняли не русский его очень тяжело найти на русском языке опять же вот но в целом я вчера почитала некоторые статьи в целом интересно прикольно о чем он в журнале публикуются эмпирические исследования критические обзоры и теоретические статьи которые продвигают область исследований и обзоры там приглашенных книг и все эти книги все эти статьи они связаны с психологией женщин и гендером вот в целом интересно там обзоры всяких особенностей женского организма женской натуры как ты думаешь меняется ли женская натура из-за того что ее возлюбленный ходит на матч или играет в футбол сам ну это все очень индивидуально в каком смысле меняется натура ну в таком смысле что мужчина может не уделять достаточно достаточного внимания женщине по ее мнению то есть она возьмет того кто не увлекается футболом уважаемые женщины если ваш любимый мужчина не уделяет вам столько времени сколько вам требуется это не ваш мужчина у вас не выплескивается адреналин с ним он вам не нужен у вас не выделяется вазопресин уходите от него ищите себе достойного мужчину который будет уделять вам время столько сколько вам нужно для полного счастья но главное чтобы вам обоим было комфортно в отношениях если нет то ни к чему оно не нужно это самое главное чтобы обоим было комфортно и обоим сторонам безусловно было комфортно в матче за бронзовые медали олимпиады 1972 которая проходила в Мюнхене к чему это я вспомнил потому что далее по списку у нас такая замечательная команда как Марокко и вспоминаем матч Марокко СССР который прошел на этой олимпиаде и закончился победой со счетом 3-0 победой советской команды далее в конце турнира СССР играл в бронзовом матче со сборной ГДР ввели 2-0 но немцы сравняли счет во втором тайме особенностью регламента было то что в случае ничей награды доставались бы обеим командам ну это и произошло матч закончился со счетом 2-2 но это довольно справедливо я считаю но были такие слухи и сейчас пишут о том что стороны договорились между собой сейчас да и тогда наверное если бы такого рода договоренности бы стали достоянием общественности думаю последовало бы какое-то наказание нет на самом деле договариваться это очень круто потому что речь нам дана для того чтобы говорить общаться договариваться и искать какой-то компромисс в ситуации конфликта это круто ну типа это реально я ценю людей и очень уважаю которые умеют договариваться между собой и искать какой-то выход из ситуации интересный взгляд на данную проблему может быть и подход оценка договорных матчей со временем изменится идем далее группа G здесь у нас Швейцария Сербия Бразилия и Камерун со всеми этими командами Россия играла вспомним матч 2001 года Россия Швейцария 4-0 и наша команда триумфально заканчивает отбор чемпионата мира ты говоришь не было побед вот победы но потом конечно последовало поражение фестрация у меня сейчас далее у нас Сербия последний матч с сербами возьмем 5-1 кажется 5-0 даже 5-0 в Лиге Наций и Россия проигрывает 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 этот матч и не попадает в группу А Лиги Наций такое позорное поражение достаточно идем дальше Бразилия Россия очень много памятных матчей было но хочется вспомнить 2013 год тогда в Лондоне мы сыграли в ничью Виктор Файзулин отличился в этом матче за отборную России футболиста которым потом будет много мемов но я считаю что карьера карьера у Виктора определенно удалась если делает мемы то определенно удалась ну и спортивные достижения у него достаточно забить самой Бразилии ну и другие титулы у него есть за пентакомпионов отличился Фред далее у нас Камерун чемпионат мира в Америке 1994 год последний матч группового этапа Камерун и Россия Россия выигрывает 6-1 а Олег Соленко забивает 5 мячей до сих пор этот результат никому не покорился в матчах чемпионата мира и по итогам турнира Олег Соленко вместе с болгарином Христос Тойшковым становится лучшим бомбардиром мундиаля они забили по 6 мячей далее у нас идет такая далее у нас идет не команда а целая группа группа Эйдж часто Россия попадала в группу Эйдж часто по оценкам специалистов болельщиков это была самой слабой группы самой слабой наверное для остальных команд кроме сборной России потому что неизменно мы никогда не выходили из группы на чемпионате мира кроме 2018 года группа Эйдж по-моему точно была в 2002 году в Катаре в 2022 году здесь играют Португалия Гана Уругвай Южная Корея хочется вспомнить два матча с португальцами которые состоялись в 2004 первый из них в рамках чемпионата Европы 2004 года тогда как многие считают несправедливо был удален Овчинников за фол последней надежды и вышел Малафеев вместо него проиграли тогда 0-2 и лишились всех шансов на продолжение дальнейшей борьбы в этом же году играли с португальцами уже в отборочном турнире к чемпионату мира и проиграли как ты думаешь с каким счетом проиграли этого достаточно я думаю там большой отрыв был очень большой счет был 7-1 я хотела сказать 0-6 почти угадала разницу и на следующий день спортэкспресс вышел заголовком гигантский карлик кликбейт да? да кликбейт наша сторона большая то есть гигантская но в футболе мы карлики блин это очень унижающе и неприятно я бы не хотела чтобы меня назвали но тогда да и сейчас было модно всячески поносить футболистов это маленький пример так называют свиньями да? ну всегда всю историю скорее всего называют называют зенит называют и мешками и бомжами но это уже мы отклонились может быть этому мы посвятим в следующий выпуск в общем-то мода обзывать команду врагов осталась до сих пор но что по коммуникации не ясно но в том-то и дело что здесь карликами назвали своих но скорее всего тогда и заслуживали огонь по своим такого да friendly fire такого такого явления итак что у нас дальше а дальше у нас такая команда как Гана и единственный матч в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату мира завершился со счетом 1-0 проходил если не ошибаюсь на стадионе веб-арена в Москве и что же дальше Россия Уругвай 2018 опять 2018 год домашний чемпионат мира успешный как-то не странно один из многих один он успешный остальные не успешные в российской истории но и этот матч с Уругваем тоже был так себе проиграли 0-3 но все равно попали в плей-офф далее у нас такая команда как Южная Корея снова ничья ничья подкрепление и очень обидный гол пропустил Акинфеев прямо закинул мяч в свои ворота после удара из-за штрафной площади ну за нас отличился Александр Киржаков и что же по-моему мы разобрали все команды чемпионата мира с кем мы когда-то играли и разобрали события разносторонние да которые мы пытались привязать к футбольным матчам и что-то нашли схожее даже какие-то случайные или может быть не случайные совпадения так что тема обширная психология спорта я думаю впереди у нас еще много выпусков много интересных гостей поэтому по традиции наверное по традиции всех ютуб каналов ставьте лайки колоколы подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм канал подписывайтесь везде подписывайтесь на все что связано ссылки будут внизу по классике хочется сказать что я надеюсь что поделилась полезная информация для спортивных фанатов и психологи тоже не остались разочарованными очень много психологической информации и спортивной тоже да это полезно для обеих сторон почему нет это образовательный у нас контент я надеюсь что получилось довольно интересно мы в любом случае будем расти мы будем брать разные темы брать разных гостей кстати если вы человек который относится к психологии либо к спорту спортивный психолог или спортивный эксперт то пожалуйста напишите нам если вы хотите поучаствовать в подкасте мы поставим для вас еще один стул посередине это будет ваше место и почему нет мы просто поговорим о чем-то интересном будьте с нами и вы не разочаруетесь в любом случае всем пока пока